МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь. Сегодня нас ожидает много интересного. Я приглашаю на сцену директора Института экономики и финансово-территориального развития профессора Наилю Гумировну Багаудинову. Доброе утро, добрый день, дорогие студенты. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем обсуждать очень интересную тему. Тему новую, которая называется «Экономика впечатлений». Но прежде чем мы с вами будем говорить, давайте определим, что такое экономика впечатлений. Во-первых, что такое экономика? Как вы думаете, что такое экономика? Это экономия. Экономия. Так, еще. Экономика – это когда ты что-то зарабатываешь и думаешь, как это сэкономить. Пожалуйста. Когда ты очень что-то мало тратишь или оставляешь запас? Немножечко не совсем верно. Спасибо, ребята. Экономика – это наука. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. А то мы сейчас очень долго будем отвечать. Итак, во-первых, экономика состоит из двух слов. Это прежде всего старый древнегреческий «ойкос» и «номос». «номос» – это не экономия, это закон, а «ойкос» – это домашнее хозяйство. Наука о ведении домашнего хозяйства называется экономикой. Но так как домашнее хозяйство у нас разрослись, и домашнее хозяйство от Древней Греции, от Древнего Рима, от древних людей стали намного больше, под экономикой мы подразумеваем их хозяйство уже больших стран, больших определенных. То есть есть экономика университета, то есть это хозяйство нашего университета. Понятно, что такое экономика? То есть это домашнее хозяйство. И ведение домашнего хозяйства называется экономикой. Это не связано со словом экономия. Просто вести хозяйство нужно на основании определенных законов. И всем вам понятно, что в основе проведения деятельности лежат различные вещи. Вот из чего у нас состоит экономика? Ну, во-первых, это наука, это хозяйство, и это отношения людей. Все, что входит в хозяйственную деятельность, это и в хозяйственную деятельность как семьи, завода, предприятия, малого предприятия, и в то же время и государство. И с другой стороны, экономика, это у нас с вами наука, которую изучают в нашем институте. И она достаточно интересная. Она занимается изучением всех аспектов хозяйственной жизни. И с другой стороны, это еще общественная наука, которая изучает отношения людей в этом хозяйстве. И там очень много различных вещей. Там и социология, там и политология, и история. А что же мы можем сказать о впечатлениях? Жизнь человека, она всегда наполнена различными впечатлениями. Это впечатление, это чувство человека, связанное с интересной, неожиданной информацией, связанной с событием. А вот у вас впечатление, в вашем представлении, это что? Я думаю, что впечатление, это когда ты узнаешь что-то новое. Так. Пожалуйста. Впечатление, это когда ты узнал что-то новое, и у тебя появились какие-то чувства, связанные с этим. Так, еще. Впечатление, это когда человек о чем-то узнает и очень сильно удивляется. Так, тоже хорошо. Очень хорошо. Вот уже лучше, чем экономика. Итак, впечатление. Мы с вами, это что? Это радость и счастье, правильно? Еще что у нас? Эмоции, радость и счастье, прекрасно. А что же из себя представляет индустрия впечатлений? Как вы считаете? То есть есть впечатление, которое мы с вами испытываем, а есть индустрия впечатлений. То есть можно ли зарабатывать на впечатлениях? Если есть позитивные впечатления, можно ли это использовать? На них зарабатывать. Как можно зарабатывать? Мы же с вами говорим о ведении хозяйства, а на впечатлениях можно зарабатывать? Модераторы, присаживайтесь, пожалуйста. Так, а как можно зарабатывать? Можно зарабатывать на впечатлениях так, что ты делишься с другими своим хорошим настроением, рассказываешь, и это поможет и другим, и тебе. Так, еще как? Вот, пожалуйста, микрофон. Аниматоры всегда веселят детей, из-за этого они зарабатывают деньги. Так. На впечатлениях зарабатывают, например, цирки, театры. Хорошо. Кинотеатры, когда они людей радуют, печалят разными событиями в представлениях, в кино. Так, еще мнение. Художники могут выражать свои впечатления в картинах. Так. Спасибо. Спасибо большое. И теперь давайте вспомним историю продажи, историю экономики впечатлений. Но древний самый Рим – это хлеба и зрелищ. Не хлеб с маслом просили люди, а хлеба и зрелищ. Потому что впечатления тоже были нужны для людей в том или ином государстве. Но сегодня, конечно, впечатления играют большую роль. Не только вот такие бои гладиаторов, не только вот эти. Все интересно, вот как вы думаете, помимо вот впечатлений, экономика впечатлений, помимо театров, кино, мультфильмов, чем еще вот может быть связано? Пожалуйста. Вот дети 21 века. Это также может быть связано с различными, вот для большинства детей радость – это когда просто он, когда ребенок после школы дорывается до компьютера. Понятно. Я дальше не буду вас спрашивать. Я понимаю, что вы поколение 21 века, рожденное уже ближе в эти годы, в 21 веке. И я хочу немножечко вспомнить. Я думаю, что вам здесь помогут ваши родители. Экономика впечатлений связана с таким понятием, как товар. И тот же мультфильм, и тот же театр – это определенный товар в виде услуги. У нас, у нашего поколения впечатления складывались от тех товаров, которые мы видели в магазинах. Вот сейчас у вас магазины великолепные. А вот это вот магазины, которые были 25-30 лет назад, там не было впечатлений. Были гастрономы, универсамы. Вы все вспомнили про компьютеры, вы все вспомнили про театры. Вот очень интересно, Валерий Алексеевич, они все вспомнили про зрелище. И никто не вспомнил о пище. Как поменялся мир. Мы сделали акцент на магазины, которые были. А вот сейчас, которые стали. То есть сейчас это уже для вас не впечатление. Это уже обыденность. Я правильно понимаю? Ну, для вас это обыденность. Ну, я надеюсь, что это всегда вот такие картинки сохранятся. Но это... Что? Еще новее будут. Очень хорошо. Но это сейчас присутствует тоже не везде. Я не имею в виду Россию. В других странах может быть и похуже. Это, Илья Гумерна, они говорят, вы не переживайте, будут еще новее. А, еще новее. Хорошо. Вот современный детский магазин. Это детский мир сегодняшнего дня. Он, конечно, другой. Вот впечатления, с которыми начинают. Почему я говорю с вами о товаре и об услугах? Это основные термины экономистов. Товары и услуги. Вы запомнили? И все... Любая экономика, она строится на том, что мы с вами производим или продаем товары, производим или продаем услуги. И от правильности продажи создается экономика впечатлений. Почему мы говорим о товаре? Интерьер играет значение? Как продается играет значение? И вот мы сейчас приходим... К чему мы... Какой мы вам приводим пример? Макдональдс. Видели Макдональдс? Да. Знаете Макдональдс? Да. Чем он отличается? Да. Расскажите, пожалуйста. Давайте, давайте, скажите, что там интересного? Что вас впечатляет? В Макдональдсе там еда вкусная, дорогая, но вредная. И на этом... Во-первых, она недорогая. На этом зарабатывают американцы. Ясно. На Макдональдсах в разных странах. Ещё что можно о Макдональдсе сказать? Ещё что можно сказать о Макдональдсе? Покупая товар в Макдональдсе, мы поддерживаем американскую экономику. О, ясно. Интересно. В Макдональдсе безумно вредная еда, которая делается из картофельных очистков. Так, ещё что? Там очень интересно. Так, ещё какие у нас мнения? Там шарики иногда продают и флажки. Интересно. То есть создаётся как бы среда для покупки чего-то в Макдональдсе. Так, давай. Так. В Макдональдсе, наггинсы готовятся из куриных костей, а не из мяса. Да? Ого, ясно. А у вас? Так, ясно. Когда мы говорим и приводим в пример Макдональдс, мы приводим идеальный пример экономики впечатлений. Потому что о качестве еды, обо всём. Вы немножечко поймёте, когда вырастите, что есть понятие работы с конкурентной средой. Как вас оценивают, на какую экономику вы работаете. Я немножечко не буду вдаваться в подробности, насколько Макдональдс у нас с вами работает на американскую экономику, но платит налоги в России. Это у нас с вами будет следующая тема. Просто я вам привожу идеальный пример подачи товара и впечатлений. Говорить о том, какая там еда и всё. Я не буду это обсуждать. Но подача материала, подача впечатлений там идеальная. Назовите мне другое советское, вот кафе российское, которое может так привлечь людей. А это что, не Америка? Нет. А кто? В Казани. А? В Казани. Это мировая сеть. Мировую сеть мне дайте ресторанам. Блинок. Старый амбар. Понятно. В общем-то, вы мне произносите казанскую сеть. Покровские пекарни. Поволжский федеральный округ. Приволжский федеральный округ. Кафе-сказка. Это из нашей... Кафе-сказка это не ваше детство, это моё детство. Мега. Мега? Ясно. Пятёрочка. Бургер. Понятно. Ашан. Спасибо. Спасибо, ребят. Покровские разные. Значит, я вас немножечко разочарую в том, что вы назвали. В России нет ни одной мировой сети, которая известна по всему миру. То, что мы их знаем в Казани, в Приборском федеральном округе, это великолепно. Но KFC и Burger King это также зарубежные компании. Это зарубежные сети. Пока сеть, которая известна по всей России, достаточно успешно развивается, чтобы вы знали, это крошка-картошка. Пока, ну у нас она мало представлена, но она присутствует в больших супермаркетах и в больших сетях. Просто сейчас я вам всё это говорила о том, чтобы дать пример, как подаётся продажа услуги. Аналогов ни Макдональдсу, ни KFC, ни Burger King нет. Даже если вы там всё покупаете, это не совсем правильно, что вы вкладываетесь в американскую экономику. Но об этом мы будем говорить, когда вы придёте к нам в институт. Потому что весной мы пригласим всех вас к нам в Институт управления экономики и финансов. И вы увидите тот институт, который готовит людей, которые могут управлять тем или иным хозяйством в любой стране мира. Но я хочу сказать, что Макдональдс очень интересен тем, вот смотрите, полтора миллиарда долларов уходит на рекламу. То есть впечатление о том или ином товаре, о той или иной услуге, помимо хорошего качества продуктов, сказывается о продвижении того или иного товара и о тех затратах, которые идут на рекламу. Вот, пожалуйста, вам. Это полтора миллиарда долларов. Так, ещё какой пример? Мировой. Только не надо казанскую сеть. Сабвэй. Так, сабвэй. Так, ещё. Теперь не... Вот что ещё? Говори, говори, давай. Один из интереснейших примеров. Я не буду давать. Датбургер. Дом чая. Ну теперь без еды. Давайте не о еде. Лего. Так, ещё. Фан-сити. Ашан. Так, магазины. Икея. Ребята, кроме магазинов никуда не ходим? Ветли. Китсбэй. Верли. Юлечка, в качестве подсказки следующий слайд. Так, успокойтесь, успокойтесь. Мега-строй. Мега-строй. Так. Ну есть же раз... Вот, остановились. Диснейленд. Остановились. Есть ещё компания «Адидас». Тоже компания, мировая. А при чём здесь «Адидаса»? А ещё, кроме Диснейленда, есть «Лего Лэнд» в Дании. Он тоже популярный. Но это продолжение день. Можно? Диснея. Можно? Да. Парк «Карлай». Есть ещё парки разные. А ещё «Китспейс». Фан-24. Так, понятно. Спасибо. Спасибо. Ребята, спасибо большое. Спасибо. Так вот, давайте немножечко поговорим с вами о таком впечатлении, как Диснейленд. Что знаете о Диснейленде? О Дисней вообще? Дисней – это фамилия создателя канала «Дисней» и парк «Диснейленд». Там много персонажей из Диснея, поэтому складывается экономика впечатлений. Вообще, Дисней – это такая сеть. Она выпускает очень-очень много разных мультиков. Так. Там очень много разных впечатлений. Это самый знаменитый пак развлечений и самый знаменитый детский канал. Так. Ну, вроде бы Дисней, ну, и выпускает мультики в Диснейленде. Так. Бывает, ну, много разных аттракционов. Спасибо. 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 То есть это хороший пример экономики впечатлений, так? Какие мультики вы смотрели, Диснеевские? Микки Маус, еще что? Да, я думаю, мы смотрели все практически. Все. А последнее, самое известное? Гравити Фолс. Гравити Фолс. Понятно. Отлично. Мультики знаем великолепно. Отлично. Звездные войны кто смотрел? Я. Молодцы. Какой еще самый? А Русалочку кто смотрел? Я. Отлично. Аладдина? Все, прекрасно. Спасибо. Все, отпускайте руки. Все, прекрасно. Отлично. А теперь, как вы считаете? То есть мы с вами... Так, ребята, успокоились. Я понимаю, что мультики, это очень интересно. Дисней, он в нашей жизни постоянно. Вот вы, когда говорили о ресторанах... Вы меня слушаете, студенты? Потише немножечко. Вот когда мы с вами говорили о Макдональдсе и о вредной еде в Макдональдсе, вы мне приводили пример некоторых казанских ресторанов. Скажите, пожалуйста, а есть ли парки аналогичные Диснеевскому в России? Есть, модераторы, пожалуйста, быстренько работаем. Есть чуть-чуть похожий... Парк Эрлай. Я ответил. Парк Шурале. Это мы тоже. Парк Победы еще, да? Говорите быстро. Летом у Инки Лодина в Москве день, пора играть. Еще один. Сочи парк. Есть в Сочи, есть очень похожий парк на Диснейленд в Сочи. В Сочи. Парк Ривьера. Хорошо. Диноостров. Спасибо. Все, ребят, спасибо. А теперь скажите, Казань красивый город? Да. Отлично. А какие у нас... Вот вы сказали про парки. Скажите, у нас сейчас много туристов? Да. А что туристы у нас посещают? Ну-ка, 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 ну-ка. Побыстрее. Они посещают Чашу. Экскурсию. Крестанский Кремль. Еще они посещают... Кремль. Универсиадский, ну в общем всякий. Кремль. Набережную. Они посещают разные достопримечательности. Туристы... Туристы получают Кремль. Так. Юрген парк. Кремль. Кул-Шариф. Историческое. Спасибо. Вы видите, спасибо. Вы видите, сколько туристов нас посетило в 15-м году? Историческую культуру. Спасибо достаточно. Спасибо. Спасибо. И говоря о том, о чем мы сегодня с вами поговорили, то есть то, как развивается туристическая Казань сегодня, ребята, успокойтесь, пожалуйста. Вам нравится гулять по Казани? Да. Вам нравится впечатление от города? Да. А вы хотите, чтобы было лучше? Да. Что вы должны для этого сделать? Я не знаю. А? Что вы должны сделать для того, чтобы Казань была лучше, приносила больше дохода? Чистоту. Сохранять природу. Так, еще. Работать на ее благо. Так. Надо, чтобы не мусорить. Хорошо. Можно много парков сделать. Стараться не загрязнять Казань. Отлично. Чтобы не загрязнять воздух. Спасибо. А теперь у меня к вам такое задание. Слушайте меня внимательно, дорогие студенты. Вы посмотрели про Макдональдс, вспомнили KFC и Burger King. Вы посмотрели на Дисней Парк. И вам задание. Вы должны придумать центр развлечений Казани. Но не Карлай и не Шурале. Потому что они уже есть. И должны придумать тот ресторан, который будет интересен вам и будет и прославит наш город. Это к встрече в институте, да? Это вы мне делаете такие проекты, встречи в институте. Весной мы сделаем конкурс таких проектов. Валерий Алексеевич, вы им выложите, и мы посмотрим. И у вас будет защита этих проектов, как это бывает у нас всегда. И вы должны будете мне рассказать, какой центр мы должны построить в Казани. А потом мы пойдем к мэру города и скажем, что так придумали наши дети. Потому что это все строится для вас. Понятно? Практически все. Мы обсудили с вами экономика. Это наука о домашнем хозяйстве. Правильно? Но хозяйство может быть разным. Начиная от семьи, от домашнего хозяйства, заканчивая всей страной. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Там все выводы, которые во время лекции, все вопросы, которые возникали. Здесь представлены выводы. Понравилась вам лекция? Да! Спасибо большое, Неллия Гумировна. Спасибо. Спасибо.